Здравствуйте, друзья! Сегодня в наши руки попал настоящий революционер этого года. Первый кроссовер от BMW. BMW X5. Какой еще автомобильный бренд, который всю жизнь делал спортивные седаны, сможет делать кроссоверы? Bentley, Ferrari, а может быть Lamba? Бред. Вы еще скажите, Геленфаген станет быстрым. Но ребята из Мюнхена решили атаковать рынок Америки. А кто, как не американцы, знает толк в настоящих больших джипах, которые уничтожают озоновый слой? Никто же никогда не будет делать маленький электрический автомобиль. Но бред же. Бред. Точно бред. Хотя называть его джипом это достаточно нечестно. Потому что тут нет раздатки, нет шноркеля и нет рамы. Это просто залифтованный седан. Ведь машина сделана на базе BMW 5 серии. Я думаю, это правильный шаг. И все же ездят по пересеченным местностям. Не каждый человек заезжает в лес, чтобы отстреливать местных Гуков. Все просто иногда хотят спокойно, быстро ездить по городу, но высоко. За это BMW получает плюс. Совершенно легковая управляемость. Никакой вальяжности и перестроений. Да, конечно, мы платим за это жесткостью. Но эта машина будет больше использоваться для города. Даже сложно представить, что эту машину помогало разрабатывать американское подразделение BMW. В частности, ее рисовал Крис Бенгал. Тот самый мужчина, который готовит новую BMW 7 серию. Я думаю, у него все получится. Я этому парню доверяю. Но особо внимательные из вас смогли заметить, что тут шильдик 4,6 IS. Что означает, что у нас двигатель объемом 4,6 литра. 347 лошадиных сил. И разгон автомобиля мы гордо разменяем за 6,5 секунд. Потрясающая динамика. И очень приятный звук двигателя. Браво, BMW! Еще один лайк. И разогнавшись на этом автомобиле, я также спокойно могу затормозить и войти в поворот. Браво, BMW! Вы снова сделали то же самое, но только выше. Получается, вы сделали почти М-ку. И я очень рад за то, что они не стали лепить сюда этот шильдик, а просто намекнули, что она тоже может ехать быстро. Поговаривают, что в разработке этого мотора участвовала компания Альпина. Они взяли мотор 4,4 литра, сделали объем 4,6 и получили свои 347 лошадиных сил. Но также поговаривают, что этот объем увеличился только после того, как вышла версия V12 Le Mans, которая показала все превосходство данного кузова. И баварцы решили, так, нам нужно сделать что-то тоже очень мощное, но, так сказать, для более гражданского населения. Ну, поскольку я закончил физико-математический университет, что-то мне подсказывает, что эти моторы будут теплонагружены, и что-то будет с ними не так. Но время рассудит. Также в нашей версии будут свои бампера и свой спойлер. Наша съемка проходит в заснеженном лесу. И, казалось бы, автомобиль тут будет чувствовать себя немного, так сказать, бесконтрольно. Но все совершенно иначе, потому что он имеет постоянный полный привод от Range Rover. И если тут когда-нибудь появится подключаемый полный привод, это будет означать только одно, чтобы МВ дали слабину и все-таки направили свою, так сказать, энергию в сторону маркетинга. Но, мне кажется, такого никогда не будет. Передний привод еще сюда сделают. Также автомобиль оборудован автоматической коробкой передач пятиступенчатой. Работает безукоризненно. Есть, конечно, версии на механике, но я думаю, что выбор все-таки будет делаться в пользу АКПП. Расход у нас при этом, конечно, на 19 литров. Но что получается, за комфорт нужно всегда платить. И помимо того, что эта машина может ехать очень быстро, она имеет огромное количество приятных опций. Стабилизация АБС, система спуска с горы, также и система контроля торможения. Климат-контроль, пневмоподвеска, круиз-контроль, магнитола CD-проигрывателя, электропривод сидений, подогрева сидений, подушки безопасности. В общем, все это будет очень долго и надежно работать. Потому что мы с вами живем уже в 21 веке. А качество материалов будет только лучше. Вот поверьте мне, по-настоящему сбитый, большой и красивый G. Вот если бы он был меньше, это было бы уже, понимаете, не то. Представьте, X2,5 или X3, X4. Нет, бред, уже не то. Знаете, этот автомобиль мне нравится. Он имеет право на жизнь. И я думаю, чтобы МВС сделали правильный ход, что выпустили его. Они всегда умели делать автомобили, которые могут дарить удовольствие от быстрого вождения. Только они еще позволили нам взять свои вещи, загрузить в них и поехать со всем этим в какую-нибудь страну. Вот тогда и жить можно будет нормально. ВОЗВЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok